привет зритель сразу хочу сказать спасибо Ольге за донат я правда увидела его спустя сутки у меня тут салат прямо из зелени все что в саду растет с этого года плюсом 1 маленький маринованный огурчик и три или четыре маленьких чесночинки маринованные что были в огурчике короче говоря тут у нас пока помню как ее звать руккола да у нас внезапно в теплице в саду растет руккола руккола салат листовой такие гладкие листики шпинат потом щавель правда моя тетя преподсказалась теперь правильно говорит щавель в общем щавель укроп зеленый лук вот этот огурчик масло заправлено было ну да вот это чесночок и заправила я короче этим арахисовым маслом самопальным из жареного арахиса и я не знаю она там слой или нет мы сегодня ездили в деревню благодаря одному из моих детьев короче вообще благодаря моей роде у меня в деревне в этом году год газ газ потому что поставить газовый баллон мой драгоценный племянник вытащил мне мангал я правда не не глянула куда он конкретно его поставил надеюсь куда надо я помыла холодильник сюда туда вещи больше ну в основную часть сзади меня тестомес я планировала на днях делать хлебушка но что-то не случилось поэтому хлебушек у меня покупной вот зубный тестомес можете почитать на алике ссылочка на мою страничку на алике в банк по боксе на монтаж его как не постараюсь делать не дня вот здесь вот када 10 чай который судится забрала с базовой дачи я его сегодняшнего дня решила попить вкусно 10 дней приятный такой чай кстати не смотря на возможно до кого-то странники состав тройной чай молодей от пешок тысячелистник а он горчит с этим пирма календула имбирь и корень отуванчика корень отуванчика тоже горчит но он как бы слегка так освежаюсь внутри между горечью и освежением приятный чай у меня тут маленькой баночки два кусочка медра которым из ремни пирды свежего майсла с одуванчиков получилось так на благо спустя чуть не допитывала вот такая вот лилюха ну где-то с полтора сантиметра высотой ближе к овальной как если бы взяли арбуз отрезали бы дольку такую круглую а потом разломили на четыре части вот так сидите упаете арбуз а тут такого же сравнения пока четвертинка круг овального вноска в середине этот вот как раз только-только отчелы отняли вот такой еще тепленький слегка обалденно как бы для ужина еще рановато без одной минуты 5 вечера ну так получилось что с этим очень мало кушала я сижу и понимаю что я вроде как это хочу спать попутно еще есть думаю поспать а я основной штатив ну первую сведла в день у меня конечно есть штативы там если поставить световую панель и еще что-то моделью ну и мориться пересветить минуту сейчас записать да поесть я вчера покупала немножко колбаски называется мясной гурман нам с кошкой очень понравилась вареная думаю потом сходить вынести помойку и заодно я забыла как там пакет с мусором никитус вчера говорил короче вынести помойку и зайти до мясного ряда может там что-то колбаса есть купить себе с кошкой я крайне редко покупаю вареную колбасу чаще крайне редко покупаю сырокопченую колбасу вообще колбасу чаще сырокопченую не так раз в полгода или раз в три месяца ну или когда сойдет вареную еще реже покупаю тут что-то внезапно подумала что можно купить колбасы это вот руккола из теплицы более жидная и большая чем руккола из магазина магнит именно потому что она такая более жирная и большая но и сначала с близким родственникам не признали только что по вкусу на удивление пчелы сегодня ко мне лояльно относились никто не меня не покусал в отличие от родственников правда выходить из дома пришлось с желтой курткой на голове ибо на деревню какой-нибудь петочек либо купить либо найти на голову легкий беленький на тот случай чтобы вышел из крыльца пошел на автобус или в машину если на полдня приехали и пчелы не цапнут ну там как бы рой слетел перед этим его добрал другой родственник себя я хотела вообще марину обстрелить ну мы приехали там родственники пошли к пчелам часть родственников и они уже когда мы подходили еще только к полисаднику там прям такое поле одуванчиков на одуванчиках сидят пчелы ну в общем подходишь и там уже гудя и идти обрезать марину было бы немножко сродни суициду по собственному желанию ну по собственному желанию войти на территорию где пчелы гудят и такие типа кто это к нам тут припелся давайте мы его зажарим видела что я беру в деревню записала причем как выяснилось даже ну как бы в двух вариациях я там собирала всю эту свою технику обновляла винду смотрела что куда зачем ссувается из-за чего я тут не ем как бы маленькой билочкой дескать ну вдруг кого-то там прикоробит вчера у меня было немножко такое настроение припущенное потому что от хэппи бюдзела товарища вдруг признался шум цундры на первый год общения я его спрашивал он отникился спустя так 8 лет нянь не догоняю что хотят эти цундры в аниме не медика бесили всегда ну в общем товарищ как обычно что-то рякнул не очень приятная славив обидку насчета и сказал во мной причем на то что ну как бы я не знаю что там у меня было спустя почти звуки когда ему ночи прозвонила когда мужа знаю у него там почти чуть еще нет еще нет 6 утра я вспомнила как моя подружка переделала какой-то там православный стычок кто рано встает тот новый раз берет про меня чтобы долго не жрать надо пусть и вставать я спрашиваю какого хрена ты обосрал мою внешность мне так приятно было с комментом кого-то из вас он думал я такого не говорил я думаю ну начинается но потом мне чё правда такое говорю я не помню мне сегодня пришла к выводу что если у меня чуть-чуть грустное настроение даже если мне надо его по делу лучше ему не сводить потому что он ловит мою интонацию и вместо того чтобы сказать что-нибудь хорошее на мою слегка грустное интонацию он начинает сколько себя помню выносить мозги нет бы сказать типа руль все нормально или там еще что-нибудь хорошее и потом он повносит мозги и скажет какую-нибудь пакость еще будет развивать эту пакость культивировать и я потом весь день загоняюсь он порадуется что я ему все-таки позвонила первое тут всегда первое у него руки наверно отвалятся и ноги позвонить без предупреждения нет мы будем сидеть ждать долго потом дуться что нам назволят или звонят граммар наций которые бревнов в своем глазу не верят не видят поправьте меня в комментах будьте ласки так вот его быстро пропускают своим вот этим ну чаще чаще всего быстро пропускают этим вот негативом а я потом весь день загоняюсь я хорошо если только один день я бы правда еще не озвучила что в негативном настроении даже с если поделал ибо ну его нафиг с его приколами будь я в каком-нибудь там депрессивном настроении неправильной реальности или еще какой хрей не выспавшаяся голодная уставшая и хотящая на воду не одна она вынесла ему мозги за счет того что опять ты ни хрена не помнишь ну точнее когда ему удобно он ни хрена не помнит об этом думаю все некогда скидывала с этой камеры на планшет думаю что у меня тут за куча маленьких роликов что я вообще писала с первого мая но если я про такую хрена не забываю то вполне возможно не он правда действительно не помнит чего вяков в порыге маленькой своей обидки а потом оказалось что он этот микрофон тестировал через провод который соединяет микрофон пуску комиком с камеры либо со смартфона вот тот провод который соединяется со смартфоном и вот сюда а провод воткнула в вайфай микрофон от камеры и оно не коннектит оказывается а потом воткнула этот самый микрофон который в деревню везла который по моему вообще записи использовался только раз на какой-то смартфон мне еще мой приятель открыл глаза на супер толерантность ютуба я конечно поддерживают практически ну всю политику ютуба но с этой толерантности меня бомбануло ну забегая вперед я уже хотела про это сказать не знаю созрет он в итоге или нет мне раньше его подписывал собрался товарищ стать видеоблогером ну и стал меня спрашивать что и как как накладывать красивую популярную музыку ютуб на видео которая раздела бесплатная по лицензии ну и дошла я говорю вот шорт там если у тебя стоит видроид а у него самсунг в приложении ютуба можно это все сделать прям в прямом смысле в онлайке и стала ему жаловаться на качество что недавно узнала что там сжимает качество шорт на ютубе на 320 ну это качество 320 пикселей ну что он мне сказал что так было изначально что ютуб ну в принципе я тоже это думала но одно дело когда ты изначально про это знаешь и ладно окей то есть они же нигде не писали никаких правил своих что с любого утюга там как-то по-другому назвал но суть такая же что любой человек с любого утюга который у него есть ну что это всегда такое ужасное качество было думаю блин я то в 4К пишу специально то в 2К вот на этот телефон можно в 2К писать максималку в 2К 30 ппс вроде как да обзор телефона тоже как низкий так смотри-ка я боялась что мне в ней влезет эта тарелка сейчас зелень и она очень даже влезает короче с любого утюга любой человек может заснять видео это какая-то изолитный канал типа вот вам толерантность ну на ютуб и что уклон идет не на качество а на движ на сюжет короче ну вот же блин я вот специально снимаю в 4К либо в 2К на телефон у меня ложечкой что-то у меня двоечка не получается подчеркнул сохраняя тут до хрена большой фару медленно грузится и оно в итоге все сжимает находит я к чему я короче достала свою камеру Соник ну что я выфоткала например как выглядит вообще камера а он же что в Япе ему это Соник я думаю точно такую же модель я же можно там найти хоть она как бы снята производством в Япе не найти но Япе то что нет я хочу скачать какой нибудь свой ролик с канала написанный на нее либо на диджай гляну что там по качеству блока как деться если державка будет та которую ну меньше чем допустим на Сони то я забью на эти 48 тысяч герд и буду монтировать на планшете МТС файлы в иншоте потому что там Сони файлы открываются только в иншот по моему открывались они там а они что сжимают качество звука 48 тысяч герд да 44 хотя так же вроде все слышно видно объемно тот же стерео еще я как целую тарелочку целый тазик саладиков ну короче говоря потом тогда побыстрее склею чтобы на молодой деревне не шарахаться по 3-4-5-6-7-8-9-10 часов особо на сахан изыщих я видимо хотела еще черного хлебушка а за максимум час-полтора час полчаса короче это ну сахран там все равно быстрее идет в разы сделала на планшете в иншоте там конечно заставок поменьше и те красивые рубавари на планшете ну в смысле на ноутбуке они какие то такие ну красивые я может что нибудь на них тоже буду что нибудь там использовать те шаблончики как-то вот сейчас я попью челючку от чай надо пить до еды поехал потом после еды в течение 10 дней причем на день один пакетик сейчас покажу может кому интересно будет вот вот молодей травяные чайи гастрокомфорт фитотерапия для здоровья ЖКТ вкусно резней устраняет тяжесть после еды в дути и сжоглотрышку так люди пока покажу мне тут где то и чай был заварен я вот там заваривала японский чай мне еще так приколуло пять лет уже чай от него не получала он мне выдает ты со мной общаешься только ради чая я думаю лол ха-ха думаю до того как мы с тобой обмены посылками устраивали мы общались тоже как бы что-то я заварки-то набухла до фига это единственное что я пока не нашла вот нашей необъятной стране только мать я вот тут нашла очень даже неплохой ну и она то что мне присылала называлась Абукита и вот то что тут туда идет ну в принципе скорее всего Абукита ну почему-то называется Асамуси Сентя Кукитя как бы само по себе неплохое ну нормально я тут заварила в прозрачном чайнике оно прям зеленое зеленое я буду наоборот и этот самый как его называется Ходзи ну вот у него Ходзи был на пару заварок четко тут вроде неплохая Ходзи не пережаренная как мне попадалось как-то но не совсем торт так что у нас есть к чаю это есть две малюсенькие карамели шоколадка ее открывать надо не хочу у меня еще вот эта шоколадка есть я думала что мы ее схомячили сыркой потому что я сегодня полторы шоколадки срезала в деревню чтобы от безысходности там ее схомячить у меня есть липчик который я уже в неделе две наверное купила но он что-то все никак не торвется я тут даже оба о не знаю какой-нибудь шорт отойдите от икрадок тех кто страдает не знаю чем рогальными спазмами у меня тут откусанная половинка зефирки чайник так отсустыл что там у нас ну такой быстрый пошел так вот если у вас есть свой сад огром он конечно занимает слегка время ну рекомен финал допустим да хотя смотря как посмотреть вот мой близкий рост у них жаловался что шланги купила у нас там проблема с водой была техническая антитряп укрытый материал на пальники купила еще что-то те же семена ну даже если вот маленькая грядочка семена вот этого там укроп петруха салат спинат рукола но мне все равно кажется дешевле выйдет эти семена чем всю душу изделие покупать в магазине так вот посади и поливайте периодически она раз распустилась разрослась вот вот халявная шахла и диетическая и халявная ну смотри и бюджетно и диетически я это кинза но как-то у меня получилось чтоб треть контейнера подсохла как-то а не сами может я их обрывала они дальше не попались а мне как все вот такие уже и там листики прям похожи на кинзу я смотрю на нее думаю пусть она пока еще подрестет вот побольше на кинза она такая достаточно там буквально чуть ли не одну веточки чтобы кинзу так как все у меня тут зефир подсох он как бы ванильный но что-то у меня не зашел я даже не знаю сколько его было но по-моему 8 вот этих вот свиряковых штучек 8 у меня там то в гости подвижка приходила с обезьянкой то я тут что-то и вот он так медленно печально съедается и стал он слегка подсушенный хотя в пакете лежал и стал даже вкуснее чем был так сейчас сижу понимаю что может нафиг мне эта колбаса может я ее хотела потому что есть хотела у меня на морозилке еще кусок этого коровы и пара голеней кулина из мяса у меня лыбкий ой я же хотела с мёдом поесть с мёдом хотела поесть и в итоге это самое а в итоге пью чай зефиром не с мёдом лавна будешь меня простите но мёд меня уже не влияет так вот я тут вываливалась в начальнике кукича и там вот эти он же из тибельков они прям стояли вот так вот эти палочки прям как определить качество китайского чай колорит дракона луньзин и латеристики должны вот так вот прямо стоять в стакане с заваркой у меня там еще есть топин хукуй но что-то он мне в этот раз как-то не зашел такой очень сильно травянистый не помню он такой же изначально был да первый раз покупала на вайберс в этот раз на зоне купила и нет он вроде по цвету такой как надо на вкус у него такой прям трава травой похож на кукича немножко вот так вот ну не плотки нормально че зеленые такие немножко травы отдают похож на этот самый на молодые листья россыпью кудина а я чё-то ждала от него чё-то на мой отдых что ли грянуть на вайберс чё там писала по поводу вкусовых качеств вот здесь чувствуется как бы немножко тонко это самое тоже не но это у нас на саму си сентя я туда совсем чуть-чуть закинула на этот чайник ну так вообще она не настолько концентрированная плюс наверное тоже второй залив ну ничего так какой-то я в шорт не дал не доложила а какой-то выложила на не помню какой на на телефоне разобраться я тут подумала когда вчера монтировала на сыворотку обзор ну сыворотка для лица с розы от олеси мастерской что в инсте мало подписчиков просмотров там кот наплакал я сама иногда забываю туда выложить что-нибудь или зайти и вообще и короче говоря а у меня что-то так интересно получилось как эхо наложение сделала а звук не выключила на втором на второй видеодорожке и так прикольно получилось думаю залить в инсту может использовать инсту как площадку для производственного шлака то что на youtube вроде как-то стремновато выкладывать хотя был у меня такое что на youtube выкладывала какую-нибудь хрень в трех вариациях ну так вот я туда залила на канал хотела другую дорожку аудио засунуть на монтажке прямо чтобы на youtube потом залить на что-то отлеглась и как-то и забыла по-моему на веберис уточнить там в картинках было написано после еды через полтора часа или через час сорок или через 45 минут на спивать наглянуть так зритель надеюсь ты поел зарядился какой-нибудь там энергии в основном положительная кстати еще хочу сказать не я понимаю что человек может быть не виноват хотя свой комментарий юля лучше бы ты мне выложила под каналом в смысле под видео они в телеге в телеге у меня там полтора землекопа а на youtube хоть какой-то движ если в комментариях пишут не для канала плюс про тот видос как мои воспоминания жизни с бабушкой у меня такой негатив с этого видео пошел я не хотел его писать потому что это воспоминание очень приятные мало приятные жарко не могу я закрывала потому что там цветы жизни и стерили очень громко ну так вот как бы это мне от этого пошел негатив я вспомнила все эти свои какие-то обидки не то что обидки то что неприятное было то что годами было и потом с человеком даже поругалась а там как бы человек был немножко уставший я я только недавно стала понимать что если человек этим голосом говорит это не ну таким такой интонации говорит это не значит что на меня наезжает как раньше было а это еще как вариант усталости и вот в последние там года это вариант именно усталости я не поняла что за волосина я что-то как-то сказала ну а там сказал не то чтобы мы уж посрались так но но и и и и и тоже так то это не очень приятно было я поняла откуда эти ноги растут у меня всю неделю вот так было когда негатив притягивает негатив и у меня какие негативные моменты были и то время какое-то леонечку негативное которые период эти негативные моменты были потом я еще ввязалась вытаскивать из депрессии остальное унылое а унылого человека я не знаю как вдруг это существо решит посмотреть мой канал но мало ли меня там спрашивал про самая думала блин еще один или просто любопытно вдруг решит это посмотреть посмотрит обидеться и сожрет меня на хрен а вдруг она пригодится ожирать меня не надо не от того что когда люди называют есть люди которые могут назвать себя я дурак а кто-то когда обращается к этому человеку или да ты дурак там сразу говна на лопатике вынесут с целым ведром свежего и сразу не пристали скалы а короче говоря ну можно же рыгать там на мунбанге правда некоторых это поболело я помню из-за чего я долго не могла решиться на повторный мунбанк можно щихать я думаю хотя некоторых это поболело я не знаю может нельзя чихать но когда вот вы сидите и идите и вдруг внезапно чихаете выключи камеру и чихать дальше ну вот ты с кем-то сидишь вы кушаете а человек вдруг внезапно понял что он простыл и чихнул ты чё ему это чиху обратно в глотку заткнешь что ли так вот я после этого словила настроение что у человека там все плохо все фигово надо ему помочь а мне никитон говорит что это бесполезно и я понимаю что действительно бесполезно пообщавшись с этим чудиком что если ты пытаешься расшевелить и говорит что вот так вот можно вот так вот можно у меня конечно была депрессия более дубу серьезная причина была чем у него не маман погибла тогда мне 15 было потом были моменты когда я вообще была не знала не могла никому доверять доверять даже самым близким людям что что-то кому-то сказала это раздули все знает шо и короче вы к тому что иногда люди впадая в депрессию притягивают за уши какую-то хинею да вот сейчас тебе тебя там люди друзья твои тебя подставили они уже не твои друзья это все пережила это фигова но есть кто-то кто тебе может не совсем близкий друг но он положительные тебе чего-то пытается как-то помочь морально можно же это как-то принять они я правда поняла что да чё тут время трачу в своем полуфиговом состоянии настроение еще тут впитывать буду как губка всю эту хренатень мне приятель сказал что вчера что такие люди как бездонная бочка только высасывают энергию вот им шуточку я думаю чем как он понял а потом я поняла что вспомнила что у него там тоже какой-то приятель слегка в депрессию упал она вообще такой странный чел я считаю что он слегка ближе к биомусору тот его типа друг на серии лежу на диване все плохо все фигово ничего менять не собирают буду ныть у меня есть такая знакомая тоже лежит на диване в прямом смысле все плохо все фигово ничего не менять не буду буду ныть ныть чё он это все гулькает мне кто-то что-то лайкнул камень снил ответил хрен его знает еще какой-то поверье поветрие в интернете пошло выскажешь мнение как ты посмела его выскажет ты врешь вроде адекватный человек посидишь как глазками похлопаешь отшутишься другой прибежит ты не право дал моё мнение может я не права но вы чё все это вот я не права но ситуация была такая что я права ну смысле что ситуация имела место быть если у вас такой ситуации не случалось это не значит что этого не существует и шкин кот я начали заграли закончили за упокой я вроде как почти попрощалась а сама тут что-то тележу видимо растягиваю как раз чтобы 40 минут этого хавчика было классические ну так вот негативные моменты если воспринимаются то они потом толкают я просто не я не знаю как я читала ваши комментарии под тем видео у кого-то была подобная ситуация кому-то тяжело было смотреть потому что это была подобная ситуация я не люблю подобные видео снимать потому что как бы они несут негативную окраску может кому-то такие видео помогают как-то что вот лёля пережила этот писец и я тоже смогу переживай на людей не кидаются я значит типа смогу но другой стороны но все равно не идет негативная краска во первых там не тяжело это все делать снимать смонтировать я долго его монтировала потому что некоторые моменты просто перелистываясь я сижу понимаешь я слушаю не вникают говорю что вообще где куда зачем почему может что с усталостью была связана а потом мне этот негатив пошел на всю неделю ближайшую и вычитывать что там какие-то обиды что я уже посоветовала я там кто-то один кто-то спросил другой кто-то спросил и не все же люди слышат когда ты пишешь что ой ну типа в шутку что мне такая тема со смыслом не интересно что ну зачем выражить старое или типа вот в таком-то видео я это упоминала хотите посмотрите если уж совсем плюс пища таки сделаю но надо же все равно как-то понимать я понимаю что людям интересно как мне кто-то писал ну ты же не ведешь канал значит это должна снять трусы и наизнанку их вывернуть свои что ли никогда не видели ох должен быть какой-то грань предел осознание там чего-то так что не я конечно не против снять вам что-то такое но на негативные видео связано с допустим с моим прошлом не это сказать таким вот супер надо настраиваться а потом я не умею настроиться обратно чтобы с этого дерьма из воспоминаний вывести короче люди поэтому надеюсь этот мунбанк у вас не вызвал никаких неприятных эмоций там вы получили толику я всегда этот и другое слово читала неправильно но я видела как он написанного читала его неправильно короче поэтому скажу толику смеха толику улыбок положительной эмоции пожрали залетелись позитивом но если до конца то спасибо вам и пока